Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске все тайное становится явным. Садыр Джапаров рассказал о переговорах с тем, кого называли финансовым консультантом Максима Бакива, Алексеем Шершовым. Как обычно, выкатил огромный пост, отреагировав на возмущение общественности. Если вы уже прочитали этот пост, то не забудьте стряхнуть лапшу с ушей, а то прилипнет, мало ли. Впрочем, будет не только об этом. Поехали! Но сначала про границы. На прошлой неделе в Бишкеке прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации границы между странами. Пообещали, что на уточненных участках границы будут установлены знаки, а следующая встреча пройдет на территорию Узбекистана. Но пограничники Узбекистана уже ведут какие-то строительные работы на территории приграничного села в Баткене, сообщил сегодня депутат Рызбек Атаджанов. Арпасай – приграничное село. Жители мне сообщили, что узбекские пограничники ведут работы на территории Кыргызстана. Они там начали рыть арыки и устанавливать проволочное ограждение. Ну а теперь про тренд этого сезона, этих властей вообще. Вчера ГКНБ сообщило о том, что задержан создатель целого ряда коррупционных схем Алексей Шершов. Его еще называли финансовым консультантом самого Максима Бакиева. Что-то как-то много стало упоминаний Бакиевых в последнее время, вам не кажется? Это неспроста. Ну так вот, задержали вчера этого Шершова, заявили, что он ух какой вывел в частную собственность 56 дорогостоящих квартир и 27 коттеджей на побережье озера Иссыкуль. Еще Шершов курировал в свое время энергоотрасль страны, и его имя озвучивали в связи с энергокризисом. В 2010-м после известных событий сбежал, а тут опять появился и ГКНБ такие бравые, смелые, умелые задержали и сообщили об этом. Задержали и его отпустили в тот же день. Алексей Юрьевич! Здрасте! Вы куда? Под домашний арест по решению Первомайского суда по ходатайству ГКНБ. Я просто похлопаю. Браво! Вот это борьба с коррупцией. Как потом Камчбек Ташиев скажет, ну, зато мы деньги состригли, взяли, получили в бюджет, получили в бюджет деньги, а так бы не получили, а так бы просто посадили, просто наказали. Нельзя, видимо, и ущерб, причиненный государству, стребовать, и доказать так, чтобы никому повадно больше не было, сложно, невозможно. Как же потом строить чего-то, покупать что-то и вообще? Какие претензии? Тут хотя бы обещания не было посадить, в отличие от... Раим миллион! Раим миллион! Хаманат! Аж 10 раз! Хотя вот в случае с Раимом Атраимовым какие-никакие приличия все же были соблюдены. Два раза его стригли, нервы попортили. Правда, потом все равно отпустили, но не в тот же день, что и задержали. Не как вот с этим Шершовым. Такие обвинения, такие обвинения. Подозреваемый был объявлен аж в розыск, аж самим Интерполом, за незаконное присвоение и растрату веренного имущества. А его спокойно отпускают под домашний арест. Вот это не хуахуа. Шершов, так как фамилия, был коррупционная схема, так как синонимы. Фамилия Шершов, синоним слова коррупционная схема. Этот человек на протяжении года был в розыске у Интерпола и у силовых структур Кыргызстана. Несмотря на это, спокойно приезжал в страну. Человек, который основал коррупционную схему в энергетическом секторе, вчера был задержан на половину суток, а потом его отпустили. Это и есть борьба с коррупцией в Кыргызстане? Схемы Шершова начали заново работать в стране? Почему в таких вопросах власть и главы силовых структур не слушают требования народа? Погранслужба не отвечает на запросы депутатов. Так не должно быть. Вам все показалось, у нас все согласовано. На Алексея Шершова не возбуждено ни одного уголовного дела, и он не находится в розыске, заявил Садыр Джапаров. Отметив, что поэтому тот и прилетел в Бишкик и встретился лично с президентом. Так-то. Еще и пообещал 200 миллионов долларов вернуть. Якобы нашел банк, в котором находятся под арестом деньги Максима Бакиева. В тот же день начались работы по возвращению тех самых 200 миллионов долларов. С тех пор выполнено процентов 60-70 работ. Шершов также рассказал, кто из членов Временного правительства и власть имущих в 2010 году завладели имуществом Максима. В том числе в пансионате «Аврора плюс», не передав государству. Ну, а если на Шершова не было уголовных дел и ни в каком он не розыске, хотя до недавнего времени точно был и все было согласовано, то зачем вообще этот цирк с задержанием и пресс-релизом от ГКНБ? А я напомню этот пресс-релиз. В результате создания коррупционной схемы интересам государства был причинен особо крупный ущерб в виде вывода из собственности государства дорогостоящего недвижимого имущества в рекреационной зоне Иссык-Кульской области. На основании собранных по делу доказательств 10 мая 2022 года Алексей Шершов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 части 1 УККР и во дворен ВВС СИЗО ГКНБ КР. При этом задержан и отпущен под домашний арест, потому что дел не было, но вот как бы появилось теперь или нет. Судя по той логике, что наблюдаю, очень странная логика, конечно. И еще ГКНБ в ближайшее время объявит имена владельцев коттеджей, тех владельцев, которые завладели и не передали коттеджи государству. И направит это дело в суд, говорит Джапаров, и призывает всех, кто знает, куда еще Максим Бакиев вывез деньги, поделиться информацией. Задерживать не будут, говорит. А у меня такой вопрос. А если, ну вот, чисто так, теоретически, чисто вот предположить, если вот сам Максим Бакиев постучится и поделится, если уже не, то как тогда? Мы не обращаем внимания на то, что говорит оппозиция или отдельное НПО. Мы будем двигаться вперед. Не дайте себя обмануть отдельным, не столь умным людям, которые даже семью свою не могут нормально содержать. И не обращайте внимания на тех, кто кричит, что Максим Бакиев позже тоже приедет. Максим Бакиев не вернется сюда, даже если мы его озолотим. Он не сумасшедший. Ну, ему как бы и приезжать уже не надо. Все и так само как-то крутится, вертится, шар голубой. Садержа Пару уверяет, что все, что делает Одакам Чебекташи, все это в интересах государства. Ну, я не понимаю, почему нельзя и забирать награбленное, и в тюрьму при этом сажать. Ведь иначе, возможно, и коррупционеры видят. Все не так страшно. Можно откупиться и дальше грабить народ, страну, и дальше нищета у одних и замки у других. Ну, раз взялись бороться с коррупцией, ну, делать это нормально, а то цирк какой-то и даже не смешной. В свете постоянного упоминания Бакиевых так вообще не смешной. Недавно Садыр Джапаров реанимировал дело по событиям на юге в 2010 году. Подозреваемый там проход члены временного правительства. А теперь еще и создал общественную комиссию по расследованию дела о крушении самолетов в поселке Дачи-Су. А то, говорит, следствие ведется плохо и медленно, и исследователи многое могут скрывать. А вот эти граждане, которые вошли в комиссию, все хорошо расследуют и поймут, что же стала причиной гибели людей при крушении самолета в поселке Дачи-Су. Предварительная версия, наверное, уже есть. В той трагедии погибли 35 человек. Вы помните, создавались самые разные комиссии, но ни одна из них так и не представила более или менее внятного отчета. До сих пор кыргызстанцы задаются двумя вопросами. Был ли на борту контрабандный груз? Если да, то чей он? Кто прикрывал эту контрабандную схему? Ну и в составе комиссии небезызвестная Эльнура Алканова, ярая сторонница Раима Матраимова, выпустившая в свое время контррасследование на расследование Азатыка и Клоопа о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. Возглавляет комиссию сторонник Садыра Джапарова, Алмамбет Шикамаматов. Впрочем, в составе комиссии есть и другие люди. Али Токтакунов, известный адвокат Нурбек Токтакунов, правозащитница Динара Ошурахунова. Но кажется мне, что исход уже очевиден, каким выводом придет комиссия и кого она значит виновным. В довесок ко всему. Не ради ли этого все и затевается. Минобраз делает реформы за реформы. То вот 12-летнее образование вводит, но успокаивает, что это не прям вот с нового учебного года, а годика через два. К тому времени надеются подготовить учебные планы и материалы. Вот если так же, как учебники, которые с ошибками, или как сифровизацию, то может лучше не надо или еще нормально подготовиться. Надо, говорит Минобраз, надо грамотно переспределить нагрузку, чтобы детям не тяжело было, чтобы было больше свободного времени на развивающие кружки, секции. Снизить нагрузку обещают и учителям. Некоторые учителя из-за нехватки кадров в школах вынуждены были работать со сверхнагрузкой. Некоторые работали в две смены. Данная нагрузка будет сохранена до конца учебного года. В сентябре будет перераспределение нагрузки согласно новому постановлению. То есть нагрузки будет меньше, соответственно, зарплата будет чуть меньше, чем сейчас. Однако даже в этом случае она будет больше по сравнению с тем, что учителя получали раньше. Зарплата будет чуть меньше, но все же больше. Интересно, почувствуют ли учителя это больше? За май, если что, начислят меньше, потому что праздничных выходных было больше. Сплошные меньше, больше. А вот то, что некоторые рабочие дни перекинули на субботы, и то, что учителю работать даже в выходные, нет, не считается. Ну и типа бантик. В эту пятницу на Яссы-Коле состоится открытие туристической выставки-ярмарки. Участие в ней примут 200 компаний. В мероприятии будут участвовать и представители регионов. У кыргызстанцев и гостей страны появится возможность узнать, куда можно поехать в летнее время, что можно посмотреть, например, в Баткене или на Рыне. По словам министра, такие ярмарки проводятся ежегодно, чтобы показать туристический потенциал страны. Но давайте честно. Страна у нас красивая, очень красивая, но на туристов не очень ориентированная. На выкачивание с них денег возможно. В тот же исторический музей пойти, там сегрегация иностранцам, вход за отдельную плату. Условия в домах отдыха, гуд и супергуд, только в дорогих. А цены такие, что тем же туристам дешевле и комфортнее в Турцию слетать. Да, к нам много кто едет и много кто что прощает, в том числе и ужасные придорожные туалеты. А безопасность? На междугородних трассах некоторые носятся так, словно бессмертные. Кинотафы вдоль дорог напоминают, что нет, далеко не бессмертные. Но вот носятся сообщения то об одной аварии, то о другой. Обгоняют на поворотах, обгоняют в туннелях. Ну просто же кошмар какой-то. На днях в одном из кафе избили иностранных студентов. Да, подозреваемых уже нашли, но сам факт того, что это вообще произошло. Иностранные студенты боятся выходить на улицу со ста самами в кармане и вынуждены нанимать телохранителей, поскольку у них отбирают даже сигареты. Ну то есть дело во всех нас, но в тех, кто не создает условия для комфортного пребывания в стране, как своих граждан, так и иностранных, тоже. Особенно в тех, кто создает условия для того, что дело можно прекратить, откупившись. Что-то нарушать можно, отделавшись незначительным штрафом. Все взаимосвязано же. Но давайте еще про другой туризм. Не к нам, а от нас. И не про туризм, а про трудовую миграцию. Бывший депутат парламента и бывший вице-премьер, ныне посол Кыргызстана в Южной Корее Аида Исмаилова, предложила директору сельхозполитики корейского южнокорейского уезда Чхоньян рассмотреть возможность привлечения карагастанцев на сезонные сельхозработы. Если будут согласны, то предварительно еще и подготовят, чтобы хорошо трудились на корейских полях. Ранее Минсоцтруда сообщил о торжественной церемонии по отправке более сотни наших граждан на работу в Южную Корею. Создавать здесь рабочие места? Ну, наверное, когда-нибудь может быть. Продолжаем с позитивом смотреть в будущее. Это были не новости, а новости читайте в нашем телеграм-канале АпрельТВ. Всем добра, пока!